На последнем подкасте о жизни в Германии пришло много очень вопросов на ВКонтакте, вы можете продолжать их задавать, конечно, в личку, я более-менее старался быстренько ответить, потому что тема для многих горячая, в любом случае подкаст длился очень долго, 2.30, но все равно снискал очень много внимания, и здорово, что вы после подкаста тоже комментируете и во время него лайкаете, это здорово помогает продвигать такие вещи, довольно-таки полезно. Для кого-то тот детский хирург, например, узнал, что в Германии средняя зарплата у хирургов 16 500 евро в месяц и, наверное, до сих пор в шоке находится или думает, как переехать, но от чего я лично в шоке находился, то, что на мой скромный подкаст зашел блогер-миллионник Александр Дзержинский, которого я уже обозревал, как здесь в том числе будет рекомендация на прошлое видео. Миллионник, вы скажете, нет, у него 170 тысяч всего, какие нафиг, какой миллионник? Для меня блогер-миллионник это тот, который миллион просмотров набирает. Если у блогера очень много подписчиков, вот я недавно в предложке был Валерон 2%, такой блогер, вроде как по политике он в основном делает, 70 тысяч у него абонентов, так вот у него просмотров столько же, сколько у Дзержинского, например, с его 170 тысячами абонентов. То есть просмотры – это то, что делают блогеры блогером. В последнее время мои просмотры тоже растут, но до миллиона еще далеко. Особенно если я делаю видео по велошоссейной теме, и мы все знаем, 6 лет нужно еще будет потерпеть, чтобы шоссейные велосипеды были такими же популярными, как, например, у нас в Германии. Хотя бы если брать в аспект изолированно только дороги, и забыть о том, что большинство средних, бюджетных, нормальных для начального уровня шоссейников просто недоступны вообще никому нафиг в России, потому что стоит буквально там 2-х годовые зарплату за 2 года, если не есть и не пить. Хотя водичка вроде в России дешево стоит. И бензин. Здорово. И Держинский, в общем, отписался во время подкаста, прям лайв, я перепроверил, хотя не нужно было этого делать, рядом с его именем галочка стояла, а эта галочка, галочка получает, по-моему, со 100 тысяч. Можно подать заявление на то, чтобы у тебя была такая галочка, что она означает, чтобы тебя в социальных сетях никто не смог подделать, никто не мог твою идентификацию украсть. То есть там сразу видно, ага, галочка, это он, это не какой-то фейк, во всех остальных случаях проверяйте, по-любому проверяйте, не доверяйте просто так. Так вот, написал он, что нашёл, значит, моё видео, благодаря тому, что я в заглавии просто указал «Держинский против бароносипедиста». И подключился в подкаст, написал там пару слов буквально, я не знаю, что он вывел из того видео, где я просто рассказал о том, как можно действительно свои взгляды как-то углубить и поэтому улучшить по поводу этичного отношения к животным, по поводу лицемерия. Вот сейчас оценил немножко, как он, чем живёт и прочее. Просмотров, конечно, большое количество, по сравнению со мной огромное количество видео. Вот я буквально последний покликал, чисто для оценки того, что делает блогер в последнее время. Ну, влог, ну, там, ну, это не влог для меня вообще, ну, никакой не влог, не совсем даже интересный был. Здесь можно определённые улучшения какие-то ввести, чтобы зрителю тоже было интереснее, чтобы было это всё немножко динамичнее. Посмотрите мои блоги, неважно, какая у тебя картинка, это всего лишь бонус. Для кого-то этот бонус более важный, для кого-то менее важный, но в основном люди смотрят из-за содержания. И некоторые виды действительно у него вот есть полезные, типа там, coming out. На самом деле он признался, что он не гей, да, не гомосексуал, он просто поддерживает различные ЛГБТ-движения и несправедливые отношения к ним в России. В том числе заценил его Инстаграм в поисках какой-то еды, может, перешёл он на растительное питание или что. Меня интересовало после моего видео, посмотрел ли он его на самом деле, понял ли он ту идею, ту мысль, которую я вложил в это видео. Но, видимо, не совсем. Чувак и курит вроде, и, скорее всего, пьёт и фастфуды, сыром, животного происхождения, продуктами другими и прочее, прочее. То есть тут изменения до сих пор не произошло. Почему-то до сих пор не произошло. Вот человек ратует за... ненавидит всё вот, что связывает Россию с каким-то регрессом, изоляцией от всего мира. Всё то, что делает актуальная Россия той, какой она сейчас является, не на картинках Первого канала, а на практике. Когда ты людям пишешь, что вот, если ты серьёзно задумался о тренировке, то купи ватметр, можно накопить на него, я не знаю, буквально, скажи кому такое, то есть месяц или... Нет, там людям фактически нужно сезоны, сезоны голодать, в том плане, что урезать себя в чём-то, не нужно в питании себя урезать, но нужно гораздо больше времени тратить. И в итоге покупка становится... люди задумываются, «Блин, два года на это копить? А нужно ли мне это вообще? И да ну его нафиг!» Ну, согласитесь, на какую вещь вы бы копили два года и считали, что она мне вот точно нужна, и я определённо её приобрету? Ну, блин, если речь идёт о всего лишь там гармине каком-то, о ватметре, в чём-то таком маленьком, то ты думаешь, скорее всего, забьёшь, наверное, на это. Если речь идёт о квартире, там, машине, вот таком что-то устоявшемся, в том числе и в обществе, то ты уже надо, 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 вот это всё окружающее надо, тебя настроят на правильный лад, ты, возможно, денежку сэкономишь. Ага, по ватметрам, по велосипедам нормально, такого надо нигде нет, это надо тебе только, самому только, если вообще надо. В итоге Дзержинский объясняет, вот показывает свою ненависть к вот этому всему, что люди терпят и прочее, то есть согласны терпеть и дальше, и прочее. Но сам он ничего толком не меняет. И ещё раз, это видео, во-первых, как я уже сказал, бонус-видео о том, что меня посетил блогер-миллионник, и это, конечно, событие в моей чисто блогерской жизни, так сказать, этим я хотел поделиться, но и в очередной раз просто дать какую-то рекомендацию или просто предложить возможности для вот, в том числе, такого блогера, как Дзержинский. И первое, что нужно сделать, это почитать книжку Алан Карра про курение, бросить курить, ты сэкономишь кучу денег, у тебя, как я понял, если ты от Ютуба зависишь, и у тебя всего лишь миллион семьсот, миллион восемьсот просмотров, большинство, абсолютное большинство из которых идёт из России, то есть монетизация очень-очень одна из самых низких по миру, я уже показывал все эти таблицы, то заработок у тебя сильно ограничен, нужно экономить, особенно на тех вещах, которые не нужны, и тем более на тех, которые могут разрушить просто твою жизнь, жизнь твоих, не знаю, кто там с тобой живёт и прочее-прочее, не знаю, подруги и так далее. Значит, бросаешь курить за счёт вот этой книжки запросто. Пить, бросить тоже легко, просто вместо всяких пив и всех остальных, что содержит углеводы, просто пей сок, например, пей сок, или ту же самую газировку, какой-нибудь там, не знаю, спрайт, например, 7-Up и так далее. Всё лучше, чем алкоголь. Если месяц в таком режиме пробудешь, там смузи, спрайты, 7-Up и физическая активность, мы к ней придём, то от алкоголя можно будет легко отказаться, я сам в лёгкую отказался, хотя раньше топил, я всё рассказывал. Физическая активность. Видно, что человек не толстый, да, но и не физически как-то подготовленный, то есть фитнес низкий, да, то есть займись каким-то спортом. Вот, не знаю, Камила сейчас бегает в России запросто, минус 12, минус сколько там, 13-14, она выбегает, девушка выбегает. 100% с такой бородищей, и там потенциал есть отрастить, отрасти бороду. И можно бегать вообще отлично, и не нужен баф, да, то есть борода будет закрывать, наверное, ну, тем более сейчас лето. Или приобрети велосипед. Тоже такая возможность есть, если там безопасно в твоём районе кататься, если у тебя есть на Страве, можешь на Страве зарегистрироваться, посмотреть, ага, в районе у меня столько-то, столько-то катается, там, соответственно, найти, скантоваться с кем-то и кататься вместе с людьми, которые знают о кругу, знают правила и так далее. Если ты, конечно, такими квалификациями не обладаешь. Перейти на растительное питание. Проще простого. Проще простого. Откуда, чувак, я забыл, если честно, Москва или Питер? По-моему, он и Москва, и Питер там катается или что-то такое. Челки-палки, но это смешно. В Москве, Питере веганизм, растительное питание 100% возможны. Здесь и фастфуды есть даже, и всякие забегаловки. Я уже не говорю о всяких вот продуктах, которые в том числе в магазинах можно купить. Да недавно не молоко вроде появилось. Камила вот пробовала, и рекомендации я тоже даю. Вот картинка, то есть молоко вроде очень вкусное. Несмотря на то, что там вроде как масло немножко. В молоке, который я обычно покупаю, там вообще масла нет. Вот овсяное молоко от них, но оно вкусное. Просто как, если ты хочешь перекантоваться или изредка попить, то вообще без проблем. Растительное питание. И второй момент. Ты вещаешь из квартиры. Из квартиры вещаешь о жизни в России. И вот буквально в последнем влоге он что-то там вышел, и он боится выходить. Или у него фобии какие-то, какие-то, не знаю, возможно депрессия даже по этому поводу. Не нужно этой депрессии. Просто прими все те шаги, которые я предложил тебе. Если ты заинтересован в том числе в экономии, если ты заинтересован в этичности, и откладывай немножко денежек. Сколько там много, не отложишь особо. Но откладывай деньги на переезд в какую-нибудь очень такую приятную с туристической точки зрения, с климатической и финансовой страну. Например, Таиланд. Очень дешевая страна. Там жить можно очень дешево. А в том числе можно там недвижимость даже купить за копейки. Опять-таки нужно разок туда съездить. Возможно, вот влоги сделаешь и прочее. Скажешь, как можно... Влог причем не такой, что я в Таиланд еду, я крутой блогер. Нет. Вот я еду в Таиланд, и я обхожусь там. Вот как съездить в Таиланд на 10 тысяч рублей прожить в месяц. Без понятия. Что это такое? Короче, какая-то экстремальная низкая сумма. Экономить и прочее. Вот. Пробиваешь всю эту тему, переезжаешь нафиг из России. Не боишься больше ничего. Занимаешься спортом. Живешь. И да, это твой вариант. Я не говорю, что это вариант для всех. Но если ты все равно работаешь только из четырех стен, если ты снимаешь видео, если твоя работа, грубо говоря, реализуема удаленно из любой точки земного шара, то для чего оставаться там, где ты чувствуешь себя не в безопасности. Я не говорю сейчас во всех. Кто-то, например, напишет, что вообще без проблем гуляет ночью и прочее. Вот показания такого сказать не могу. И, наверное, по любому другому городу в России. Но, наверное, есть там места, которые я не бывал. Или вообще, где люди не живут. И там безопасно гулять, потому что нет никого. Чисто не знаю. Не буду спекулировать на эту тему. Но вот это самый крутой вариант, по-моему. И, как видите, лайки, комментарии и распространение моего видео действительно работает. То есть блогер 170 тысяч подписчиков, почти 2 ляма просмотров в месяц. Действительно, заметил мой микроканал и зашел на видео, посмотрел. То есть распространение работает. Поэтому ставьте соответствующие оценки, лайки, комментарии. Можете несколько написать под этим видео, чтобы мы имели на одного счастливого блогера больше. Никаких претензий в этом видео к России. Вот Дзержинский о своей ситуации рассказал. То есть он чувствует там страх какой-то. Ему постоянно на деп приходит. Вот это ему не нравится, то не нравится, быдло и прочее, прочее. Но, чувак, нужно что-то делать. Нужно что-то делать. Если ты все это будешь вот так описывать, то это просто вся желча, она в тебе будет складываться. И тебя лично это вроде как не продвинет. Как вы считаете, можно чисто в общем обсудить. Можно вот эту персону обсудить. Можно какие-то выборы среди ваших знакомых. Обсудить все по контексту. Он очень широкий. Можно привести в комментариях. До-до.